Всем привет! Сегодня у нас 13 апреля 2019 года. Как вы знаете, я давненько, уже как 10 лет занимаюсь антиквариатом, покупка, продажа. И вот что я решил, друзья. Начиная с сегодняшнего дня, ровно 10 дней подряд, несмотря ни на что, дождь, снег и так далее, ну если он будет, конечно. Я буду ездить на рынки, на барахолки и покупать предметы Советского Союза, Царской России. В общем, на чем можно заработать, все то я буду покупать, рассказывать, показывать вам и самое главное называть цены. Для чего все это я делаю? Для того, чтобы вас научить, чтобы у вас сформировалась какая-то уже база, пускай она будет небольшая. Но на моем канале есть также очень много роликов, которые вы можете пересмотреть, записать себе какие-то нюансы и уже начинать зарабатывать. Также за время этого, назовем его так, челленджа, на 10 дней подключатся новые люди, возможно как-то замотивируются и начнут повторять за мной, покупать какие-то схожие предметы и самое главное зарабатывать. Итак, начнем мы с моих сегодняшних покупок. Это вот такая вот чудо-птица, городница, вот такая вот статуэточка интересная. Она недорогая сама по себе, купил я ее за 40 гривен. Ориентировочно можно пробовать выставлять в интернет 150-200 гривен. Но она не редкая, не ценная. Дальше гвоздь нашей программы, наших покупок, это вот такая вот серебряная стопка. 875 проба здесь, вот клейма. Сейчас мы ее взвесим. Вес стопки получается 28 грамм. Купил эту стопочку за 290 гривен. Вот покупкой доволен, потому что зазор по заработку естественно есть. А если еще оставить до нового года, то немножко он увеличится, где-то процентов на 5. Дальше вот такие часики слава с календарями. Но часы не особо интересные, недорогие. Также новички, будьте внимательны, потому что после распада СССР Россия и Беларусь начали красить, то есть наносить не по золоту, а вот такую желтую краску. Это не по золоту. А вот на этих часиках уже по золоту. АУ-10. В общем, здесь и так все видно. Отличные часы по золоченную луч. Вот эти я купил за 20 гривен. А луч АУ-10 за 80 гривен. Затем вот такие юбилейные гривны монеты. Евро-2012. 60 рокив. И вот такая монетка еще одна, 60 рокив. Вот эти гривночки я купил по 2 гривны. Ориентировочная цена в интернете уже доходит даже до 20 гривен за монету. Так как у нас впереди лето идет, поэтому будет просадка в антиквариате на цены. Поэтому на большие суммы не рассчитывайте. Но это если с точки продажи взять. А вот если покупать, то самое шикарное время. Вот такие часы можно выставлять в интернет ориентировочно где-то 200-300 гривен. Вот такая стопка ориентир 560-650 гривен. Можно уже выставлять. Вот и подсчитывайте мои доходы. Так, теперь вот такие значки Гвардия. Но они не ценные. Я их купил за 8 гривен. Они недорогие. Ориентировочно их даже можно вдвоем выставить за 40-50 гривен. В общем, как получится продать их. Вот эти часы где-то за 100-150 гривен. Можно тоже попробовать выставить их. Вот здесь вот написано, сделано в России. Еще раз повторяюсь, это не позолото. В общем, вот такие мои покупки. Как всегда в конце ролика я вам показываю, сколько я заработал. Ориентировочно эта сумма составляет 700 гривен. Вот я считаю неплохо за один выход на барахолку зарабатывать вот такие подобные цифры. Также это еще не предел. Если получится больше, я как всегда вам расскажу, покажу все это детально. В последующих роликах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!